Аноним. «Когда я слушал зум пастора Андрея «Сильный дар», где он молился о деснице невероятного успеха, я почувствовал, как моя рука напряглась, и сила энергии отца разбудила меня. Я сразу же пошел произнести исцеляющую молитву к отцу, который лежал больной гриппом. Через пять минут отец встал и начал считать деньги, которые ему нужно было сдать на работу. Он водитель автобуса. Мы были в шоке от чудес, как отец его поставил на ноги так быстро. Я благодарю отца за его доброту. Мы все едины с отцом». Валерий. «Родом я из Украины. Живу в Амурской области в России с 1979 года. Во Христе 27 лет. У нас более 8 приемных детей с 2011 года, не считая двух родных и двух удочеренных от трех жен. Прошел четыре динаминации. Прочел Библию от начала до конца раз 16. Псалом 118 – 5700 раз. Псалтырь более 100 раз. Мудрость, то есть Иов, притчи и песни, более 100 раз. Новый завет около 50 раз. Посмотрел на днях твой ролик про приказы и заказал себе пророческий сон. И впервые в жизни ко мне пришел во сне Дух Святой. Хочу с тобой лично познакомиться, Андрей. Через Ледяева я впервые услышал Бога 27 лет назад, а через тебя ко мне пришел во сне Дух Святой. Благодарю». Аноним. «Когда несколько дней назад у Андрея был эфир портала и успеха, я положил на ноутбук банковские карты и кошелек, как там кто-то сказал. Так пусть они будут выполнены, пусть они будут помазаны. А вчера я получил неожиданно немалую сумму денег. «Спасибо, папа. Спасибо также за донора. Я замечаю, как поток духа разливается, заполняя все пробелы, все потребности, омывая, очищая, омолаживая и лаская каждое сердце». Виктор. «Два дня болело горло, да так, что голос осип. Сейчас голос восстановился. Ура! Спасибо! Халилюя!» Дмитрий. «Исчезла грыжа. Вместе после операционного шва. Слава отцу!» Жанат. «У меня два кредита погашены. И еще открыл депозит. Деньги стали поступать из разных источников. Появляются хорошие объекты за хорошие деньги. Халилюя!» Аноним. «Восстановилась чувствительность мышц, поврежденных при падении. Слава Богу!» Эдуард. «Пастор. Во время зума 11 января вместе с Олей высвобождали восстановление на зубы десны. У Наташи прямо во время зума прекратился воспалительный процесс. Слава отцу!» Аноним. «Несколько дней назад, когда наш младший сын Джирко пошел в школу, он понял, что забыл дома свою тетрадь. Такого раньше не было. Он обыскал весь портфель несколько раз, но тетради не было. Поскольку был перерыв, он подумал, что может сбегать домой за тетрадкой в духе. Дома мы слушаем все курсы от Андрея и практически репетируем, чтобы Джирко все знал. И вот он закрыл глаза и вообразил, что пришел домой и начал искать свою тетрадь. Тетрадь лежала на столе. Он быстро взял ее и засунул в свой портфель. Потом вернулся в духе, открыл глаза, заглянул в портфель и тетрадь лежала на месте. Халилюя!» Аноним. «Я о том, что молитесь, как дети. Мой ребенок, 3 года и 5 месяцев ему, помолился за мое горло, сильно болело, положил на шею руку и вот такой молитвой помолился. Микробы, уходите! Микробы, уходите! Иисус, аминь! Боль исчезла буквально через несколько минут. Слава отцу!» Вадим. «У меня на протяжении месяца были боли сильные внизу в спине. Массаж не помогал. Смотрел запись эфира за 15 февраля 2023 года «Утро славы». И я, как всегда, переживал вместе с отцом силу, увеличивая в себе поток и пережил исцеление. Во время молитвы я начал ходить по дому, разгибать спину и у меня в позвоночнике щелкнуло что-то. Было похоже на старый сухой противный нарост. И через несколько минут ты говоришь, что сейчас уходит грыжа в спине, засохшая. Со спиной не обращался в больницу, диагноз не ставили. И я понял, что это про меня. Чувствую себя хорошо. Спасибо, отец! Николай. «Живу в свои 70 всегда одним днем. С Богом ныне, сегодня и ни в чем не нуждаясь. Ему вся слава! Халилюй!» Александр. «Мне тоже легко в теле стало. Слава Богу!» Сергей. «Ушла тяжесть из сердца. Спасибо, отцу!» Александр. «Я 10 минут назад был жмот покупать цветы. Получил свободу. Поеду куплю букет любимый. Спасибо, Андрей. Ты крутой сын. Я как ты, Андрей, отец!» Александр. «Обострился геморрой. Было плохо. Сильно кровоточил. Ты, Андрей, сказал. Декорации уходят во имя Иисуса. Помазание созидает и восстанавливает тело. Я съедал каждое слово этого эфира. Слушал три раза. Зеркало славы каждый день. Повелеваю. Помазание трансформировало и восстановило тело. Ночью кровоточилось сильно. Утром уменьшилось немного в размере и успокоилось. На третий день исцелен. Восстановление в три дня. Слава отцу за тебя, Андрей, и за Ольгу. Я всегда хотел исцелять людей. Буду распространять нетление». Владимир. «Спасибо огромное. Такой поток. Ушел контроль на разуме. Так стало легко и радостно. Какое счастье. Нет слов». Юрий. «Точно не скажу после какого эфира, но у меня исчез грибок на ногах. Ногти. Перестали мучить уже четвертый день. Ночные судороги ног. Слава нашему папочке». Паул. «Третий день в эйфории нахожусь. Бог дал идею торговать сладостями в фабрике, где я работал экспедитором. Идея долго была простой идеей. Открыли магазин с женой в поселке городского типа. Проработали три дня. Выручка превзошла все ожидания. Больший расчетный, который я в бизнес-плане строил. Сразу слова вспоминаю. Когда вознесен будет, всех привлечет к себе. Вау. Директор кондитерской фабрики стал для меня херамом. Магазин открыли практически без денег. С 15 тысяч рублей в бюджете. Я в шоке от папы. Жена тоже. И это не закончится никогда. Аллилуйя. Юрий. Да, я тоже входил осторожно. Но каждая проповедь твоя, Андрей, шаг за шагом приводила меня к Отцу Небесному. Нашел твой курс созерцательной жизни и шаг за шагом выполнял то, о чем ты говорил. С каждым уроком доверия становилось больше и больше и больше и больше. После 13 урока я не спал всю ночь. Слезы лились не ручьем, а рекой. Я смотрел в твое лицо, в твои глаза и просто поражался той чистоте и любви, с которой ты вел меня все эти 13 уроков. Я тебя искал 60 лет. Я благодарю, благодарю бесконечно тебя. Грэд. Уникально. У меня был зуд ног. Ничего не помогало. Когда я осознал, кто я, и проговорил с властью, и запретил зуду быть, все ушло. А так ничего не помогало. И шишка на стопе, в области которой был зуд, на глазах исчезла. Я такое впервые вижу. Не знал, что так может быть. И все это на моих глазах произошло. Я впервые такое вижу. Как шишка на стопе растворилась на глазах. Обычно время проходит какое-то, а тут и пяти минут не произошло. Халилюя. Я видел такое только в фантастических фильмах. Обычно проходит какое-то время, а тут на глазах. И буквально видел, как это исчезло и произошло на моих глазах. И я вспомнил слова Андрея. Тотчас, здесь и сейчас. Грэд. Друзья, хочется добавить к своему свидетельству. Помните, кто вы? Я впервые увидел, как на глазах шишка исчезла. Не давайте ни малейшего шанса декорациям. Помните, здесь и сейчас. Спасибо, отец. У нас такой крутой пастор. Я верю, что это умножится обильно. Обильно среди моих братьев и сестер. Аллилуйя. Андрей. Шея, кости, челюсти, зубы. Все восстановилось. Спасибо, отец, за явление, за голос сынов. Аллилуйя. Пару раз прослушал молитву мужского зума. После этого сексуальная сила стала проявляться в два раза чаще, чем обычно. От славы к славе. Аллилуйя. Игорь. Во время того, как Оля сказала про проблемы с желудком, почувствовал поток в своем теле. У меня действительно в жизни очень много страха, и я не мог понять, из-за чего у меня были эти проблемы. Слава отцу. Роман. Спасибо, Андрей. Пока слушал эту запись, произошло освобождение через кашель. Подошел к раковине, чтобы сплюнуть, и тут меня начинает так колбасить, чуть раковину не оторвал. Отпустил раковину, рухнул на пол, и что-то из меня вышло. Слава и хвала отцу. Аллилуйя. Павел. Слушал эфир про везунчика. Вчера присматривал в магазине микроволновку, а сегодня утром сосед благословил меня микроволновкой. Еще 30 лет мучился с ногтями. Нужна была опираться по удалению, но этого дорого и больно. А неделю назад ноготь сам отвалился, и на его месте уже растет здоровый. Чудеса да и только. И в бизнесе прорыв. Обсуждается заказ 80 вагончиков, а это 24 миллиона. Прошу, Андрей, помяни в молитву этот заказ, его успешное завершение. Халлилуйя. Спасибо, пастор Андрей. Спасибо, дорогой отец. Руслан. Исцелился левый тазобедренный сустав. Аллилуйя. Аноним. Спасибо, Андрей. Ваш эфир – это бомба. Меня это подняло, окрылило. Чудо большое – ваши молитвы. Помазание течет через меня. Принял благословение. Спасибо. Укрепился и утвердился через ваше служение. Понял, что я – сын, и я всегда в духе. Я – душ животворящий. Во мне поток жизни всегда течет. Я принял нетление. Я нашел эту дверь, вошел и вышел, и пожить нашел. Спасибо, драгоценный Андрей. Слава Иисусу за вас. Аллилуйя. Аноним. Я в небесной цивилизации с апреля 2021 года. После прохождения курса «Созерцательная жизнь» в моей жизни начались изменения. Сначала я устроилась на работу. Потом за короткое время купила машину. Это время созерцало ее. Намного лучше и дороже, чем были у меня до этого. Потом помогла зятю покрыть долг. Через 2-3 месяца после этого внесла большую сумму на покрытие своего кредита. Немного погодя, у меня была сумма для хорошего пожертвования. Аллилуйя. Спасибо отцу и пастору Андрею. В апреле мне отец дал откровение о предстоящем бизнесе. Как раз незадолго до курса «Меч Соломона». Чем я была ошеломлена и удивлена. Потому что я работаю в этой сфере с 2007 года. И никогда не возникало ни идеи, ни желания открыть свое дело. Но отец знал, что я готова именно сейчас. Для меня это как раз мечтать по-крупному. И еще дело в том, что я не хотела возвращаться в сферу моей деятельности. Работа морально давит. Но у отца были лучшие планы. И я узнала о них именно в апреле. И все это время он меня уговаривал. Потерпи еще немножко. И вот сейчас я делаю шаги по открытию аптеки, аптечного пункта в Большом Селе. Отец учит смелости, чему я безмерно рада. Бесконечно благодарна пастору Андрею, Оле и папе. Так всех люблю и благословляю. Юлия. Перед 13-м уроком было так. У сына 8 лет был день рождения. О чем рассказывала ранее. И ему подарили деньги, на которые мы сразу же выбрали большой набор лего. Очень давно увлекается и любит собирать лего. Пока выбирали, я обратила внимание, что в детском мире большая распродажа на некоторые наборы. Чего давно не было из-за отсутствия новых поставок лего в Россию. И вдруг меня посещает мысль. Купить два набора. Они выходили по 500 рублей. Это очень мало для лего. И чуть позже продать их дороже. И следом приходит следующая мысль. У сына как раз осталось 1000 рублей из подаренных денег. Я иду к нему и говорю. Сынок, у меня есть для тебя бизнес-идея. Давай мы на твои деньги сейчас купим два набора. И через пару месяцев твои деньги увеличатся в 2-3 раза. Он, конечно же, согласился. И мы сделали это. Вот такое инвестирование в любимое дело сына. А потом слушаю урок, где Андрей говорит, что детей с детства нужно учить умножать. Слава отцу. Вообще такое ощущение, что мы вместе с сыном проходим курс. Он уже на Авито свою железную дорогу продал, которой не играет. Подходит как-то ко мне и говорит. Мама, а я могу продать свои игрушки? Там, где ты продаешь. Дома магазины устраивают частенько игрушечные. В общем, парень с предпринимательской жилкой растет. Семья. Снова хочу прославить отца. Ирина. Здесь, в Нидерландах, в той местности, где мы живем, у меня есть знакомая, которая покинула Одессу с началом войны. Моя тезка Ирина. Моих лет. Мы начали общаться, регулярно встречаться. Ирину приняла семья небедных голландцев, мягко говоря. И при этом незнание английского, не говоря голландском, не позволяло, даже получив разрешение на работу, найти работу. Пока не оформила документы, не имела денег никаких. И ее полностью содержала принимающая сторона. Но быть обузой и бельмом на глазах не хотела. Мечтала о работе, с возможностью оплачивать жилье. Мы начали молиться. Я и сама молилась. Как раз начался курс Меч Соломона. И я практиковалась молитвами из уроков. И вот она пошла на бесплатные курсы английского. Нашла работу с доходом наличными. Потихоньку, не афишируя. С сохранением пособий, которые государство начало выплачивать в полном объеме. Появилась возможность откладывать. И вот несколько дней назад получила социальное жилье. Квартиру со всеми удобствами. Здесь же, в нашем месте. Бесплатно. Сегодня были там вместе. И написали список, что из мебели и домашней утвари надо еще пожелать. Вау! Выходит, что получилось преломить и умножить сверхъестественное обеспечение, которым отец наделил нашу семью. Причем отец дал больше, чем мечталось. Мощно. Такое наслаждение. Благодарю тебя, отец, за верного сына твоего, Андрея, который открыл нам мир сына Божьего. И продолжает открывать. Ирина. В четверг рано утром меня разбудил муж со словами. Настопят. Со сна, ничего не понимая, я встала, пришла на кухню, а там потоп. С потолка и по стенам течет вода. Впечатления не из приятных. Муж ругался, бронил бабушку, которая живет над нами. В общем, спать легли в седьмом часу утра. Я начала молиться, высвобождать помазание на эту ситуацию. Ангелов призвала, чтобы они помогли нам все решить. Отменяла неприятное происшествие с потопом. Когда мы встали, вода еще капала с потолка примерно до 12 часов дня. А я утром хожу и пою. Папа ввел меня в землю изобилия. Там, где молоко и мед и новое вино течет. С неба течет елей, а с потолка капает. В общем, муж позвонил бабушкиному зятю. Он пришел, попросил за бабулю прощения. Сказал, что помогут в восстановлении мебели. В пятницу муж с мастером, который нам делал мебель на кухню, поехали искать материал. Очень долго они ходили по складам в поисках нужного материала. И нашли именно столько, сколько было нужно. Три двери, одна боковина и одна полка. Отец, ты такой отец. В этот же день они распилили и закатали нужные детали. В цеху сказали на вторник, но муж договорился, чтобы сразу. Все установили и поменяли. На мебель финансы прислали на карту. Муж после установки мебели ходил и говорил, с нами Бог. Спасибо, Господи, что все помог сделать. Самое главное, что серьезных повреждений не было. Слава тебе, отец. Спасибо большое, дорогие пастор Андрей и Оля. Юлия. Месяц назад сестричка из нашей группы срочно сбросила молитвенную просьбу в группу за сестру из старой церкви. Лидия перенесла инсульт. Лежала одна дома. Ухаживать некому. Мы помолились и отправили в купальню к ходатаям. На второй день Лидия встала и с ходунками дошла до туалета, кухни. Сейчас ей намного легче. Благодарит всех за молитвы. Слушает Андрея. Ольга. Поняла, что я могу спать на боку. Слава Иисусу. Мило. Андрей Яковишин молился, когда был в Одессе за женщину, которая после инсульта. Так вот, она получила полное исцеление. Рука полностью поднимается. Сама вешает белье на балконе. Делая с гантелями зарядку. Люба просила передать вам огромное спасибо. Я сегодня была у нее и видела своими глазами это. До этого мы по телефону общались. Она забыла об этом сказать. Слава отцу. И большая благодарность вам, Андрей. Я забыла написать, что и речь полностью восстановилась. Спасибо вам, Андрей, огромное. И слава отцу. Аноним. Сегодня сына позвал управляющий. Один на один. Говорит. Ты нравишься мне. Наблюдал за тобой. Ты ответственный. Поэтому решил выплатить положенное тебе. Дал сумму в три с половиной раза превышающую ожидаемую. Это в двадцать раз больше предыдущего прихода денег. Звонит сынок в восторге. Рассказывает. А у меня почему-то именно о такой сумме мысль мелькала. И я отвечаю. А я именно об этой сумме и думала. Более того, руки держала. Так же и за других детей. У всех прибыль. Дочь и новая одежда. Сыну тоже. Супругу сегодня. В продолжении вчерашнего дня рождения. Тоже подарки. Мне выпала возможность послужить источником для других. И сегодня пришли снова новые вещи. А я не просила и даже не думала о них. После пяти месяцев разлуки увидела дочь и внучку в целости и сохранности. Вижу явное проявление заботы отца о моих детях. Славься, отец! Евангелина. Прохожу медкомиссию. Пришла на маммографию. Медсестра говорит. С самого утра пытаюсь включить маммограф. Не включается. Говорю. Давай техническим ангелам скажем, чтобы наладили. Что ее по-доброму рассмешило. А аппарат включился. Тотчас. Аллилуйя. Вся слава Господу. Марина. Много лет назад пыталась бизнесом заниматься. Не получалось. Я оставила эту затею. Но вот прошло больше десяти лет. Сейчас слушаю курс Меч Соломона. Они мне очень помогают. И я снова начала развивать бизнес. В прошлом месяце я продала продукцию за две недели на большую сумму. Это все для дома. И мне компания подарила кэшбэк. Плюс денежки. Месяц прошел. А клиенты прибавляются. У меня потоковое мышление. Идеи приходят, как реализовать и быть в прибыли. И клиенты появляются. Мария. А моя сестра только узнала о папе, сказала ему. Хочу жить на море. Мужа хочу. Свой дом. Детям образование хорошее. И не хочу жить там, где зима. Я настрадалась, намерзлась, набедовалась. И папа ее в сорок лет познакомил с потрясающим человеком. Евреем, миллионером. Она вышла за него замуж. И уже пять лет живет в Калифорнии, в Санта-Барбаре, где нет зимы. На берегу океана. Имеет свой дом. И еще много бонусов от папы. И знаете, это не кротость ее. Это не засоренный религией мозг. Она мне поверила, что папа добр. Обратилась. И он дал. Все просто. Знаете, разрушать твердыни посложнее, чем приводить ко Христу. У Андрея помазание открывать глаза тем, кто уже окаменел в религии. И это силища, мудрость и стержень. И слава папе за то, что Андрей поднимает себе подобных. Наталья. Приехала к маме. У нее год болела рука, не поднималась. И ночью были боли. А она уже год в небесной цивилизации. И вот сидели, за здоровье говорили. И вдруг она вспомнила про руку. Когда исцелилась, не заметила. И боли ушли. И рука поднимается. Слава отцу и благодарность пасторам Андрею и Оле. За зумы, за эфиры. Мама слушает. И вот результат. Любим вас и молимся за вас. Елена. Со слов Светланы. Она много молится на языках. И однажды всю ночь так стояла в молитве. Оказалось, в шахте в это время осколком завалила ее родного брата. И три дня его не могли извлечь. Она ему явилась и сказала. Вася, не бойся. Тебя скоро вытащат. Травматолог, обследовавший его, сказал, что это невозможно. Осколок ребра должен был впиться в органы. А он лежит спокойно на месте. Брату оплатили всю вахту. Дали отпуск. А он решил купить Светиному сыну яхту в благодарность. За чудо спасения через ее молитву. Это меч Соломона в действии. А еще только 12 урок. Мама учится, а сыну прибыль. И брату жизнь в награду. Круто! Я учусь на курсе меч Соломона. Слава Богу за курс! Даже не знаю, как поделиться таким неожиданным для меня событием. Когда я спросила Бога, чем я могу торговать, раздался звонок из Англии от моего знакомого пастора, который рассказал мне про новую возможность торговать золотом из России за рубеж. Возможность реальная. Курс работает. Вот это чудо! Теперь нужно осваивать новую профессию. Купец Соломон. Лидия. Муж нашел серебряное кольцо в упаковке с пломбой. Принес и говорит. Это, наверное, тебе от твоих ангелов. Мерю, а оно мне как раз. А стали смотреть под лупой гравировка, крест и на английском языке написан стих из 90-го псалма. Спасибо, папа, за перстень управления. Я прямо себе в тетради откровений записала дату. И перстень управления получила. Ауа, хочу поделиться с вами своим опытом. Я курила по пачке в день и очень хотела бросить, но хватало меня на три дня только. Покупала пластыри, дорогие препараты и даже ходила к врачу. Ничего не помогало. И тогда я подумала, что в момент, когда совсем тяжко, на третий день, буду взывать к Богу. Тогда я его еще не знала как отца, но знала, что он есть. И решила, что пойду хоть до смерти, но курить не пойду и буду надеяться на него. Вокруг никто не верил, что брошу. И даже подтрунивали. Говорили, что я слабая и не брошу. Три дня я была в изоляции. Исключила все общения. И сидела дома. Плакала и очень нервничала. И когда попросила Бога, отца, помощи, смогла пережить и четвертые сутки. А потом пришло довольство собой, что смогла. И после я, довольная, утерла нос всем, кто не верил. Но самое важное, я рассказала о том, кто мне помог пересилить себя. Кстати, тогда я поверила в то, что нет ничего невозможного. Поэтому хочу вас ободрить. Тех, кто бросает курить, все легко с отцом. А еще исчезли пять кист в груди. А не так давно, прослушав проповедь пастора Андрея, выбросила очки и восстановилось зрение. Теперь вижу мелкий шрифт. Я люблю читать инструкции косметических средств, где приводятся составы кремов, шампуней. Разбираюсь. А там очень мелкий шрифт. И очень рада и признательна отцу, что теперь могу делать это без очков. Все легко с отцом. А тем более теперь, с новыми познаниями о том, кто вы, все становится проще. Лариса. У моей дочери Ларин гид был. Позвонила, что не работает, не может разговаривать. Она работает гидом. Я сама помолилась, и Хадатев попросила окунуть Таню в купальню. Позвонила дочь через два дня, все прошло. Вышла на работу. Благодарю Хадатев за служение, за молитвы, за решение проблем. Спасибо Андрею Оле за любовь Божью. Елена. Вчера я просила, папочка, покажи мне свою заботу. И вот, вчера продукты, сегодня письмо от судьи. Плюс пришло сейчас огромное благословение. Мой дух ликует, поет радости море. От благословения отделила сыну, а он в долг брал на лечение. И сейчас не нужно 45 тысяч с процентами платить, так как сын сейчас внес 10 тысяч проценты, 15 тысяч сняли. Всего 30 он должен, но не 45. В частном банке брал деньги. Это огромная благодарность папочке. Далее включаю третий день по несколько раз в видео из салона омоложения отца. Игорь Марин сильнейший. С 16 лет, когда из Узбекистана в Россию переехали, Климат не тот, да и сопротивление огромное было у меня. Проходит. Молитва за омоложение идет, а у меня нос стал очищаться. Дышать стало, а то я с платочками не расстаюсь. Чудеса, да и только. Милость отца изливается на меня непрестанно. За эти два дня. Папа, спасибо, ты самый крутой отец в мире. Маргарита. Хочу поблагодарить ходатайов за их действенные молитвы. Моя дочь быстро продала дом и купила прекрасную квартиру. Именно такую, какую хотела. Спасибо огромное. Наталья. Бог дал мне и мужу высокооплачиваемую работу. И еще я очень повредила руки генеральной уборкой. Все пухли и очень болели вчера. Много раз слушала желания юности. Сегодня смотрю, руки не болят, опухоли нет. Спасибо, отец. Такой отец. Ольга. С мая 2022 года у нас шли суды. Муж когда-то работал в сфере ЖКХ. И на него по банкротству предприятия незаслуженно вешали огромную сумму. В 30 миллионов рублей. Молились. Провозглашали. Отменяли декорации. Как учит Андрей. Отправляли нужду в купальню. И вот все. Суды в нашу пользу. А на днях написала наш адвокат о том, что производство вообще закрыто. Ура! Слава нашему отцу. Благодарю Андрея за то, что делится откровениями. Мои молитвы уже звучат по-другому. В радости. Со смелостью и дерзновением. Благодарю всех ходатайов за ваши непрестанные молитвы в любви. Благодарю. Александра. У меня было на протяжении 3 или 4 лет, в общем, очень давно, танзелит. Появлялись гнойные пробки в горле. А так как ношу протезы, я без них спать как-то дискомфортно. То в поликлинику не ходила. Узнала, что это может быть от протезов зубных. И я провозгласила сама себе, да не будет от них вреда моему организму. Ни аллергии на них. Да исчезнут и навсегда пробки, потому что не место им здесь. Буквально недавно вспомнила, а почему мне ничего не мешает в горле? Вау! Пробки ушли навсегда, и нет им возврата обратно. Аминь! Родные, любимые, мои братья и сестры возлюбленные, Богом хранимые, велик наш Бог и Отец, Ему слава и благодарение. Чудеса не закончатся никогда. Нина! Прошла боль в тазобедренных суставах, они были горячими от воспаления. Сейчас просто теплые, встаю и иду без раскачки, без боли. Благодарность огромная! Ника! Бесценные Андрей и Оля! Благодарю вас от всей души за служение, послание и каждую молитву. Сегодня с самого побуждения была ноющая боль в желудке и неприятная отрыжка. Сейчас все прошло. Елена! Ушла боль справа внизу. Яичники исцелились. Аноним! Ушла боль в седалишном нерве и боль из поясницы ушла. Слава отцу! Спасибо, дорогие наши пастора! Светлана! Спасибо, Отец! Легкость и радость! Ушла боль в пояснице, левой ноге. Я прыгаю, наклоняюсь, легко и глубоко. Принимаю на глаза помазание, хрусталик чистый. Спасибо! Руслана! Хочу вам рассказать о своем исцелении от псориаза головы. Я раздирала кожу головы до крови. Это было ужасное время. И тут я включаю эфир Андрея и беру свое исцеление. Спасибо, Отец! Спасибо, пастор Андрей! Аноним! Я многие ваши эфиры слушаю и практикую. У моей подруги меняются волосы просто на глазах. И отпало желание пить и курить. Просто стала свободной, слушая ваши эфиры. Аноним! Я уже говорила, что у меня седина исчезает. И с каждым днем ее становится все меньше. Но еще я начала молодеть. И это настолько явно, что у меня дух захватывает. У меня дети живут в Барселоне. Мы не виделись с октября. Я им выслала фото свое, сделанное в зеркале. Очень близко, чтобы было видно мое лицо. И они стали писать. Мама, ты нити вставила? Ты кожу подтянула? Говорю, ничего не делала вообще. Они, мама, так ты молодеешь? Супер! Как ты помолодела? Ты видишь сама? Ты на ровном месте молодеешь. Будешь как в фильме записки Бенджамина Баттона. Молодеть, молодеть и станешь младенцем. Стали мне об этом говорить и знакомые. Подруга вообще в шоке. Как такое может произойти за несколько дней? Но то, что у меня происходит внутри, это огонь новых знаний. Это ни с чем не сравнить. Аноним. Моя мама, ее зовут Светлана, заболела. И лежала в больнице при смерти. Ничего не помогала. Я молилась. И даже не знала, как вообще уже молиться. Но я верила. И вот, случайно нашла в Ютубе молитву Андрея за исцеление. Стала молиться. Потом позвонила сестре из небесной цивилизации. Мы вместе молились. Стали послать ангела в больницу. Гал-гал. И все это я созерцала и ожидала. И вот, на следующий день маме стало намного лучше. А через три дня она вообще пришла в себя полностью. И в скором времени ее выписали. А она подтвердила то, что сам Господь ее исцелил. Она рассказала свой сон в ту же ночь, в которой мы молились за нее. К ней пришли четыре ангела и пригласили ее на танец. Но они не касались земли. Они ходили как бы в воздухе. Мама танцевала с ними и получила исцеление. Торжество! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава нашему любящему Отцу за это мощное исцеление! Аминь! Аноним. Мой муж слушал вашу молитву за мужчин. В тот день у него был процесс с очень влиятельными людьми города. Мне сказал, что всего 2% в его пользу. А я ему сказала, что ты попал под трансляцию Человека Божьего. В итоге процесс отложили до 19-го числа. И сейчас он сказал, что 50 на 50. Думаю, что Бог явил славу Божью в суде. Это первый раз в практике суда. Слава Богу! Ирина. Была температура перед эфиром несколько дней и головная боль. Сейчас вспотела после молитвы Андрея и почувствовала освобождение в моем нетленном теле. Аллилуйя! Аноним. На ноге большого пальца сошел огонь. Сустав горит. Спасибо. Аноним. Сегодня проснулась от боли в крестце и боли в ногах. Не могла встать. А слушая сейчас молитву Андрея за крестец, почувствовала облегчение. Боль ушла. Аллилуйя! Слава тебе, отец! Татьяна. Прошла боль в желудке. Аллилуйя! Валентина. Валентина. Все время молилась за щитовидку и в понедельник пошла к эндокринологу и вновь сдала на гормоны. Все просто в норме. Спасибо, папочка! Татьяна. Посмотрела только что послание пастора Андрея. Сила твоих приказов. Служение ангелов. Записи. И со мной произошло чудо. У меня два дня болел по челюстной лимфоузел. Так опух, что было видно визуально. Не могла кушать. Пока досмотрела до конца. Принялась совсем причастие. И боль прошла. И опухоль ушла. Благодарю, отец! Спасибо, Андрей и Оля! Слава Богу, что я сын Бога Живого! Елена. Включила эфир. Головная боль и декорации в теле стали проходить. Такая мощь! Спасибо, дорогие все! Андрей и Оля, спасибо! Слава нашему отцу! Мария. Спасибо, дорогие пасторы Андрей и Оля! Сегодня сильно болела шея. Во время молитвы боль ушла. И зрение улучшилось. Спасибо! Надежда. Аллилуйя! Боль из поясничного и грудного отделов позвоночника ушла! Виктория. Когда я помолилась против узла в щитовидке, меня как окатило, и такая радость пришла, и моментальная бодрость. Как Андрей сказал, благодарю, 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 благодарю. Аллилуйя! Татьяна. Боль ушла в мочевом пузыре. Татьяна. Позвоночник не болит. Крестец. Боль ушла. Спасибо, папочка! Надежда. Сейчас во время чтения Оли и свидетельств решила поприседать. Получается. А раньше не могла присесть из-за боли в коленях. Спасибо, родные Андрей и Оля. Слава отцу за вас! Оля. Спасибо большое, пастор Андрей. Спасибо, ходатаем. Отец. Благодарю. По вашим молитвам девочка вышла из комы, открывает глаза, но сознание еще спутанное. До этого было 4 года традиционной медицины. Аллилуйя! Аноним. Слушаю ваш курс Меч Соломона. И слушала еще, где было написано «Духовная разведка». Да, «Духовная разведка». Значит, слушала этот урок перед сном, и вы говорили о том, что если у вас что-то в жизни не налажено, нужно пойти в это место в завтрашний день, благословить, поставить туда ангелов, ну и помолиться, и созерцать, представлять, воображать, как будто это все, что ты хочешь, уже там. Ну, я так это и сделала. Благословила своих клиентов, благословила своих коллег. Ну, как будто на моем рабочем месте стоят 7 ангелов. Вот, значит, долго как бы не было оплат никаких. И вот, когда я это все сделала, помолилась, поблагодарила Бога, и действительно, на следующий день пришло 35 тысяч. Ну, как бы это немного, но это хорошо. Неделю было вообще молчание, все клиенты молчали. Так что спасибо за то, что через вас говорит Бог. Все начинает двигаться. Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше откровение и сила Божия охватила весь континент и всю Землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках соц. сетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из твоих финансовых возможностей. И вы перечислили свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за этот план. Небесная цивилизация – это семья и команда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова